Ну, НАТО и США исходят здесь из той позиции, которую мы видим даже в Сирии. Вот они там поддерживают какую-то оппозицию. Ну, главное, если действительно какая-то демократическая оппозиция поддерживает вооруженных боевиков, так и Лесные Браты. Если были бы какие-то оппозиционные партии на территории Литвы, Латвии, Эстонии, какие-то оппозиционные газеты, это может быть, это нужно. Но они поддерживают уголовные элементы бандитов, боевиков. Это части эсэсовских частей армии немецкой. Они служили там и убивали советских граждан с 40-го года по 58-й. Самые такие вот, долго они находились в подполье, в лесах. Лесные братья называются, потому что они ушли в лесах. Но в лесах не просто, там еще и землянки, и найти их было всегда тяжело. И все время они расстреливали любых советских граждан, партийных чиновников, комсомольцев, солдаты, офицеры. Ну, невозможно, было, так сказать, как бы, некогда было ими заниматься. Но после войны навели порядок. Вот они активность свою начали проявлять с 46-го года, и вот до 58-го года 12 лет они действовали. Где-то на территории, значит, Латвии, в сельском таком месте, танцы устраивались. И наши солдаты приходили, танцевали, это же молодость. Как танцы заканчиваются, уходят все один-два трупа советских солдат. Ну, что это такое? Тогда командир части собрал население и сказал, еще один труп советского солдата, я вас всех сожгу. Напал, всех расстреляют. Все прекратилось. То есть не гнушались ничем. Это была зверская расправа с нашими гражданами. Во-первых, они, они из чего исходили, это вот часть Латвии, часть эстонцев, часть Литовцев. Швякова советская армия оккупировала эти страны. Но они, пускай, исходы с того, а как они стали независимыми? Они были частью Российской империи. И через 4 года, в 21-м году, мы будем праздновать 300-летие вхождения этих территорий в состав Российской империи. Мы их не завоевывали никогда. Их, кроме Литвы, вообще не было. Не было понятия Эстония и Латвия. Это были там какие-то названия, там, чуконцы, не знаю, там, еще какое-то. Но это вот в советский период они получили это название. Латвия и Эстония. Литва была, она тоже была в свою реверу русской. То есть, это после битвы со Шведской империей по Нижтадскому миру, 1721 год, Эстония и Латвия отошли к Российской империи. Ничего близко не было. Ни векового государства. Это была часть Шведской империи, самое мощное государство в Средние века. Поэтому они вышли незаконно. У них вообще нет никакого документа. Как они вышли, там, в 18-м году, условно, или в 17-м. Российский царь такого решения, русский царь такого решения не принимал. Государственная дума тоже. Ну вот они решили, что в 40-м году их незаконно оккупировали. В 40-м году были решения Верховных Советов Латвии, Литвы и Эстонии. С согласием на вхождение в состав СССР и согласием на вхождение Красной Армии. То есть ни разу там не было никакой агрессии, завоевательных походов. Конечно, там были действия, которые их могли злить. Это, значит, когда часть населения была брошена в Казахстан и в Сибирь. Как крупные землевладельцы, фабриканты и так далее. Я сам в Алмате жил, и соседка была Рекстин, бабушка, у нее две дочери, Эльза и еще какое-то время. Вот их раскидали, какое-то количество, часть. Ну это уже советская идеология. Но сегодня показывать фильм о лесных браках, это в чистом виде, так сказать, не просто даже экстремисты, это нацистские, фашистские остатки. То есть это тогда было, сейчас нет вообще этого. Сейчас там, может быть, есть 90-летние старики, которые были в этих частях СС, которые в основном имели национальный характер, ватыши и эстонцы. Это не была национальная армия Эстонии, национальные вооруженные силы Латвии. Все это были немецкие подразделения. Ибо с 1939 года шла война Вторая мировая, и они участвовали на стране немца против нас. Вот с момента 1941 года, что они вместе с немецкими частями уничтожали наше население, вели бои с Красной армией. А в тылу, после войны уже, вот они остались, небольшие части, не всех их удалось арестовать, разгромить, и они много лет вели борьбу. Опять, кто им дал право? С какой стати? Естественно, в какой-то стране какой-то режим кого-то не устраивает. Но это никто не дает право уничтожать людей. И это был Советский Союз. Даже американцы признали Советский Союз. Они могли не признавать. Вся Европа признала. 1975 год, это совещание в Хестнике, все послевоенные границы были признаны. А в 1991 году, значит, эти вот националисты Прибалтики, Украины, Белоруссии, они произошли вне зависимости. За Кавказе и так далее. Это незаконно все. Поэтому никаких претензий к Советскому Союзу, к России, к русским быть не может. Сегодня самое отвратительное отношение к русским, это Латвия и История. Где они имеют статус не граждан, единственная территория в мире. Такого нет нигде. Литва дала всем гражданство. А Латвия и Эстония не дают до сих пор. Многие эмигрировали русские в Америку, в Европу. А сотни тысяч имеют удостоверение, так сказать, не граждан. Не имеют права участвовать в выборах, занимать определенные должности. Это у нас претензии к ним. Но НАТО, вот как хронику показали действия этих лесных братьев, это кощунственно. То есть НАТО поощряет фашизм, нацизм, экстремизм, радикал. Как они делали в Афганистане. Талибов они обучили, вооружили. Прошло 20 лет, когда есть талибы в Афганистане. Так и лесные братья. Сегодня они их поднимают из пекла. А потом сами будут мучиться от нацистов Латвии, Литвы, Эстонии. Когда будут начнутся какие-то действия в других частях Восточной Европы. Поэтому это их ошибка. Им нужно занять нейтральную позицию. Не входить НАТО, Евросоюз. Сегодня они все бедные. Молодежь уехала. И маршируют эти вот старики. Ветераны СС. И на 90 лет их осталось там десятки людей. А это хроника. Это хроника 46-го, значит, 58-го годов. 12 лет, когда они там находились, убивали. Все они признали свою вину. Отбали наказание в советских тюрьмах. Потом, когда их окончательно всех, так сказать, арестовали. Многие из них погибли в перестрелке с внутренними войсками. МВД СССР и МВД Латвии, там, Эстонии, Литвы. Ну, вот, значит, цель НАТО, это заставить их поверить в героическое прошлое. Латвии, Литвы, Эстонии. Чтобы у них были герои на кого-то опираться. У них же нет истории. Они были частью Шведской империи, Российской. И незаконно вышли из состава Советского Союза, а потом все-таки вошли. Поэтому попытка показать, что у них были борцы, якобы за свободу. Тем более, сейчас-то соответствует тому, что они вышли из состава СССР и заняли агрессивную реакционную политику. Проводят против нас. В НАТО. Там стоят НАТОвские войска. И вот они показывают историю. Это, может, не первый раз. Не сейчас только НАТОвские войска стоят в Латвии, Литве, Эстонии. И вот у них были герои еще давно-давно. То есть это попытка создать идеологическую основу. Попытка, чтобы были национальные вооруженные силы. Они говорят, что НАТО не будет воевать за латышей, эстонцев, литовцев. Сами давайте. Вот у вас были листные братья. Снова готовьтесь к тому, чтобы стать листными братьями. В случае какого-то конфликта, если окажется, что будет вооруженный конфликт на территории Прибалтики, по вине НАТО, по вине правительства Латвии, Литвы и Эстонии, вот чтобы они готовились снова уйти в леса, в подполье и бороться с каким-то агрессором, который может якобы появиться на их территории. Но это все омерзительно. Им никто не угрожает. Если когда-то вдруг какие-то вооруженные действия случатся, то по вине только НАТО, США, каких-то отдельных стран Восточной Европы. Россия никогда не была агрессором вообще. А тем более сейчас нам совершенно не нужно никаких чужих территорий. У нас своих достаточно. Но и мы единственное будем оказывать какое-то культурное содействие, взаимодействие с нашими соотечественниками. Но в военном смысле никто Прибалтики не угрожает. Это вот попытка заставить раскошелиться. Вот Эстония уже платит 2% от ВВП в счет блока НАТО. И они хотят заставить также платить Латвию и Литву, чтобы они раскошелились и готовили свою молодежь быть партизанами, быть лестными братьями. И естественно тренировка идет, что якобы это агрессор с Востока. На Востоке только мы. Это сценарий есть определенный. На Западе не раз он публиковался, что это русское население захочет отделения. Вот Эстония, Латвия. И вот Россия может встать на защиту их. И вот может возразиться конфликт. И вот НАТО может вмешаться. То есть обычные такие прогнозы дают, какие-то сценарии, чтобы вызвать недоверие у населения Прибалтики, к России, к русским, к русской армии. Мы разместили наши оборонительные ракеты ПРО-систему Искандеры к Калининграду. Это как раз граница с Литвой. Вот они тоже как бы пытаются это обыграть. И забывают, что у них на Прибалтике стоят натовские войска. Отдельные войска. Отдельные войска США. Отдельные войска их национальных армий. То есть они подошли к нашим границам. Напрямую. Это они нам угрожают. Но НАТО поворачивает так, что якобы и учения проводятся, как отражение агрессии со стороны Востока, восточного соседа. То есть это все подготовка населения. Идеологическое, пропагандистское и материальное, чтобы Прибалты сами отвечали за свою оборону и не надеялись, что блок НАТО будет за них все делать. И блок НАТО никогда не станет на защиту Прибалтов. Какая бы ни была там заварушка, какая бы ни была ситуация, никогда НАТО воевать из-за Прибалтов не будет. Поэтому это они должны понять и быстрее выйти из НАТО, из Евросоюза и иметь хорошие дружеские отношения с Россией. Спасибо. Да, Елена Сергеевна. Все нам хорошо воскликликликликликликлик. Все, всем спасибо. До свидания. Добрый путь. Прекрасный ректор у вас, прекрасный преподаватель. Это замечательное здание. Вам будет крушно уходить отсюда. Редактор субтитров А.Семкин